Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус. Мы продолжаем играть в игру The Vanishing of Ethan Carter. И я искренне перед всеми вами извиняюсь за то, что когда я начинал игру в первой серии, я был наивным. И предполагал, что нас ждет легкая прогулка, наслаждение видами, которые представляет нам Unreal Engine 3. И просто вот такая вот красивая легкая история. Но меня ждала потрясающая игра. И слово потрясающее сейчас в полной мере раскрывается, потому что эта игра потрясает сознание. Эта игра потрясает твой мозг, она заставляет его думать, к чему я не был совершенно готов, когда начинал эту игру. Поэтому я прошу вас прощения за то, что подтупливал в первой серии. Сейчас мы постараемся с вами разобрать по полочкам все то, что мы увидели в первой серии, и продолжить наше приключение и путешествие, детективное расследование уже более внимательно. Продолжаем. Итак, друзья, мы играем за детектива Пола Просперо. Детектив с паранормальными способностями, который способен увидеть то, чего не могут увидеть другие детективы. Который завершил за свою многолетнюю карьеру сотни дел. И это дело его последнее дело. И судя по всему, оно окажется самым запутанным, самым странным, самым сложным. Пропал мальчик Итан Картер в этом лесу. Долина Красного Ручья называется это место. И что мы увидели? Вначале в лесу были расставлены ловушки. Непонятно для кого, непонятно зачем. Но мальчик писал рассказы, и он это по-своему воспринял. Здесь произошел пожар. Я думаю, уже достаточно давно. С другой стороны, может не так и давно, потому что ребенок это все помнит. Во время пожара погибла целая деревня, выгорела полностью. И выгорел один особняк древний, рода Вандерфелла. Забыл на самом деле, как называется эта семья, эта чита. Но в то время, пока наследники этого рода отдыхали в каких-то других странах, в этом доме жила семья Картеров. А ведь мальчик, который пропал, он Итан Картер. Он, похоже, как раз из этой семьи. Насколько я понял, в доме сгорела бабушка его. Потому что, вроде, сколько, 56 лет было женщине, которая погибла в этом доме во время пожара. А муж ее, то есть дед Итана, в это время ходил набирать сок из деревьев. И мальчик это все воспринял так, словно бы дед не сгорел только потому, что облил себя соком. Вот. В общем, трагедия произошла огромная. После этого мальчик снова углубился в свои фантазии. Стал писать другие рассказы, например, про какого-то зверя по имени Клык, Клык. Который пошел за каким-то загадочным голубым лучом и попал в космос. Вот. И мы с вами в конце серии как раз пережили и этот рассказ мальчика. Побывали в космосе. В его фантазиях. Ну и помимо прочего, на железнодорожных путях мы нашли труп. То есть отрубленные ноги, все оставшееся тело. И не поймем. Скорее всего, вот там был прямоугольный участок, на который не попадал свет. Из-за этого трава вся выцвела, да? И детектив предположил, что это как раз тот тепловоз. Кажется, так называется этот вагончик, который мы видели на мосту. Кто-то его завел. Возможно, человека привязали. Ему отрезало ноги. А потом то ли сам отполз и умер от потери крови. Или ему помогли. В общем-то, мы это все будем расследовать. Вот. Вот. Что было в первой серии. А не то, что я мог какой-то чушь вам говорить. Поэтому еще раз извиняюсь. Ну а теперь поехали. Простите, что вот такое долгое предисловие. Просто нужно было все разложить по полочкам и для себя, и для вас. Так. Здесь у нас какая-то будка, да? Как хижинка. Возможно, кстати, это своего рода халабуда. Может быть, здесь Итан когда-то был. Ну вот. Если здесь находятся всякие записки, рассказы, фотографии. Возможно, он оставил следы перед тем, как исчезнуть. Я пока что не знаю. Будем изучать. Но это, скорее всего, история про того самого клыка. Так ведь? Да, вот клыки. Все. Это мы все с вами читали, друзья. А вот у нас с вами еще одна газетная вырезка, что ли. Так. Абструс Тейлз. Какие-то рассказы. Гейлорд. О, Гейлорд. Знакомое слово, на самом деле. Мне кажется, что я что-то слышал про это в предыдущей серии. Но не знаю. Таинственные истории. Хит американской фантастики. Ну, журнал какой-то старый американский, да? С другой стороны, и действия игры происходят в такие, не самые современные времена по нынешним меркам. Январь 64-го. Абструс Тейлз. Тейлз. Карлайс. Карлайсла и многих других. Подпись Трейвиса. Пидор. Слушайте, Гейлорд, видимо, так и переводится Я понял, что Итан не дружил со своим братом Потому что Трэвис это его брат Видимо, что-то у них там конфликт какой-то произошел Но, судя по всему, Итан увлекался как раз вот такими фантастическими рассказами Что исподвигло его на свои маленькие рассказики Вот мы потихоньку раскрываем историю этой семьи И, честно говоря, это потрясающе Как я вам сказал, я не буду торопиться К черту, ну, это может грубо звучать Но если кому-то из моих зрителей будет неинтересно То, что я медленно буду ходить и все изучать То просто не смотрите Меня просмотры сейчас мало волнуют Меня мало волнуют даже дизлайки, которые могут за это поставить Я хочу вкушать эту игру и познавать ее до мельчайших деталей Это прекрасно Потому что эту игру мы пройдем и про нее забудем Второй раз в нее не получится играть, это будет неинтересно Надо именно в первый раз получить максимальное удовольствие И сделать это так, чтобы игра запомнилась на долгие-долгие годы Я стремлюсь к этому Кроме прочего, я заменил записывающую программу Бандикам, из-за которой у меня игра тормозила, вы помните На фрапс И во время фрапса, вы посмотрите Вы, наверное, тоже сможете это оценить Картинка идет гладко так, как будто я бы не записывал это все И это прекрасно У нас больше нет дерганек, как в первой серии В общем-то, сейчас я считаю, что прохождение просто замечательное Если будет идти в таком стиле, как я начал эту серию Возможно Так, дайте-ка я подтормозила что-то Хочу вернуться обратно на какое-то мгновение Потому что мне кажется, что мы с вами могли много чего пропустить Я, конечно, не уверен Но, по-моему, возможно, нам нужно подойти к тепловозу Я боюсь, что мы слишком с вами далеко убежали И какие-то загадки можем даже пропустить Просто в чем смысл? Я не знаю, подталкивает ли нас игра к тому, чтобы мы расследовали это дело И открыли все улики То есть полную картинку собрали, полный пазл Или же игра закончится, даже если я много чего пропущу Больше половины, грубо говоря, да? Именно теоретически Я что, не в ту сторону? Я в ту сторону иду? Здесь же не было этого вагона Да, слушайте Как-то я вообще... Я не пойму вообще, где я вышел на самом деле Так, давайте пройдемся Потому что я вижу станцию какую-то Возможно, что-то здесь будет Так Вон, вон эта хижинка, да Деревянная Возможно, я это пропустил Опять же, из-за своей внимательности Из-за того, что сонный записывал На часах 7.05 практически Остановились, разумеется Старенькая-старенькая станция Знаете, есть в этом Какой-то шарм Вот, во всей этой стилистике, да? Мне не зря упомянули Квест Сибирь Потому что в чем-то Это все очень напоминает Нет? Вот такой вот стародавний стиль Хотя там больше снежные были такие места Но что-то в этом есть общее Согласитесь Так, ну ничего здесь больше нет Да, интересно? Так, все, побежали пока обратно Мне кажется, мы действительно могли с вами что-то пропустить Обратно мы с вами даже, может, пойдем По побережью Потому что у нас был спуск туда Возможно, именно так мы с вами и поступим Так, и, наверное, надо смотреть под ноги Потому что Можно не заметить Мельчайшие детали Вон, видите, как камень, например Чисто случайно этот камень увидел С этим мы не можем взаимодействовать, нет? Не помню, как называются у железнодорожников эти штуки Ну, как светофор, может, работает Или как, ну, знаки какие-то, видимо, показывает Опять же, такие игры Реально заставляют работать мозг Тебе хочется узнавать все И хочется быть более эрудированным Чтобы раскрывать эту историю Понимаете, о чем я говорю? Хочется знать, что эта штука Вагон называется тепловоз В научном языке, грамотно Так Ай-яй-яй-яй Боюсь, что тут очень легко заблудиться Так, здесь ничего у нас Вообще, в дальнейшем я собираюсь Не бежать, а идти Все, капец Я заблудился Я заблудился Здесь еще один спуск Или, возможно, я это все обошел через лес Давайте-ка пройдем Просто мне нужно в этом убедиться И поэтому не увидел ни вагона Ничего такого Возможно, это все через лес Да-да-да-да-да Вот так, наверное, это и прошелся, да? Возможно-возможно А здесь мы ничего не видели? Ну, мы вроде как пробегали Короче, считайте, что в каком-то роде В этой серии будет повторение И первой серии Потому что мы пробежимся Чуточку-чуточку По тем же местам, где уже были Но опять же, быстро Видите, я на спринте это все делаю Но я думаю, это важно для такой игры Хотя бы я теперь знаю, с чем имею дело Да, вот эта веточка, которую я боялся почему-то Все, все Картинка раскрывается для меня, по крайней мере Соединяется то, что я узнал в предыдущей серии С тем, что Какие выводы сделал, в общем-то, сейчас Так Сейчас мы пробежимся с вами К тепловозу Да, вот Вот, 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 вот Здесь все было заблокировано И не было доступа Все И у нас был выбор Или идти в леса Вот, вот, вот Впадина от камня Камень, 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 дёрн Свежая грязь Да, 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 да Слушайте, у нас нет инвентаря Чтобы посмотреть предметы, которые У нас есть Мы же, мы ведь взяли камень, не правда ли? По-моему, взяли Так, это канистра Непонятно из чего О, погодите А, ну да, это трава сухая, точно Канистра или бензин, или дизель Автоматриса Я так не понял Видите, у меня мотовоз-то есть эта штука Так, давайте теперь Ближе к побережью пойдём Возможно, здесь тоже будут какие-то улики Так, ну вот, во-первых, этот человек, да И мы пока не сможем увидеть полную картину Пока чего-то не хватает Откуда кровь? Переломкости черепа Пол Тебе не кажется, что Вполне понятно, откуда кровь? Когда у человека нет ног Не может не быть крови Как-то так Ну, кровь, кстати, достаточно свежая Поэтому всё это Действительно произошло совсем недавно Чёрт, красиво И не лагает, друзья Вообще не лагает Я думаю, вам будет приятнее смотреть Потому что мне самому было мерзко Пересматривать первую серию свою Потому что я видел, что у других людей Оно так гладенько шло Понимаете? Это... Сейчас вы смотрите фильм своего рода Вы смотрите не то, как я играю в игру Вы смотрите фильм А вам было бы приятно, если бы фильм постоянно подтормаживал Какие-то фризы были Ну и вот верёвка, неизвестно То ли привязывали этого человека И почему он дальше оказался Тоже вопрос, на самом деле Это всё нам предстоит узнать Поэтому картинка должна идти гладко Должна, просто обязана Так, идём К упомянутой автоматрисе С тем, чтобы хотя бы понять Что нам больше сюда никогда не надо возвращаться Так, стоп Мне показалось, что что-то видел Нет Ничего не видел Забраться Забраться Может быть мы Ещё что-то сможем увидеть здесь Не просто так же нам дали Покрутить все эти Штуковины Или просто так Вперёд, назад Заглушить Но мы и заправить эту штуковину Не можем, видите Поэтому Я не знаю Сможем ли мы с ней В дальнейшем взаимодействовать Почему-то мне казалось Что нам надо сюда подойти И он какой-то вывод Для себя пол может сделать Нет Может Кровь, допустим На колёсах Как это? Колёса называются Железные Или как? У поездов Ну Всего того, что по рельсам катается Правда есть ещё Воздушные Такие вот Штуковины Которые как на магнитной подушке Типа Ну не на подушке А вот на таких штуках Как трамваи ездят Некоторые Так, ладно Всё Пошли обратно Теперь идём в более Интересные новые места Так Вот здесь пройдёмся Не хочется ничего пропустить Никаких улик Кстати Я пересматривал серию Мне показалось, что я Что-то какую-то пещеру Что-ли пропустил Но похоже, что О, смотрите Смотрите, как Закуток такой, да Но это просто закуток Здесь нету ничего Видимо так, да Плюс, смотрите То, с чем мы можем взаимодействовать Даже на расстоянии показывается Или это только вот То, что мы уже осматривали Нет Не знаю Нет Нет, нет То, что уже осматривали Потому что Видите, как далеко Текст прокручивается Ладно Всё Пойдём по побережью Пожалуй Увидим Что мы сможем Найти здесь Интересного Всё Теперь я бежать не буду Потому что Человек Актёр Точнее, не актёр А персонаж фильма Детектив Который что-то расследует То он не будет бежать Он будет идти Внимательно Рассматривая всё Ну а тем более Когда такая красота Ну вы посмотрите Боже мой Это просто невероятно Друзья Просто невероятно Душа замирает Когда на такое смотришь В последний раз У меня такой восторг был Когда некоторые пейзажи Увидел Бразерс От Тейл В Тусанц Так, всё Теперь мы с вами Внимательны Предельно Надо стараться Потому что Порой даже Вот взгляд Ни за что не цепляется И может пропустить То есть ничего Такого примечательного Может не лежать Не быть Но Оказывается Там будет что-то Примечательное Мы просто этого Не заметим Так Ну по-любому Раз нам дали Спуск сюда Значит здесь Что-то да будет Так ведь Так, ну пока Я здесь ничего Не вижу Вот подъём Вот пошёл подъём Давайте прямо Возле водички Посмотрим Искупаться Ведь нам Не предложат А что Сюда пошёл Ну Потому что Мог Просто Потому что Мог Так Хорошо В воде Что может быть В воде Ух ты Нам предлагают Даже искупаться Пойти Ну Не слишком далеко Правда Так Нет По скалам Мы не можем Двигаться Хорошо Но здесь Ничего Нету На что Можно Обратить Наш опытный Взор Может сейчас Труп Какой-то Отыщу Я пытаюсь Быть Предельно Внимательным Потому что На самом деле Игра Позволяет В себя Погрузить Что-то Пожелтевший Камень Немножко Предлагает Игра В себя Погрузиться И почувствовать Себя На самом деле Детективом Это Класс Ну Вы знаете Что Я Наверное Мог сюда Не спускаться Потому что Я ничего Не вижу Может Конечно Я пропущу Не исключаю Такой возможности Я ведь Не пол Проспро Я всего лишь Таурус Который В жизни Ни одного Расследования Не провел Ну Разве Что Там В детстве Какие-то Шуточные Какие-то Приколы Ладно Все Разочаровала Ты меня Побережье Но Опять же Как я и сказал В той серии Мир большой Настоящий мир И ведь Именно к настоящему миру И стремится игра Поэтому Не будут На каждом шагу Разбросаны Улики Все Хорошо Значит Можно забыть Про эти места Хорошо Просто понимаете Если Это квест Где картинка Статична Ты просто Мышкой водишь Туда-сюда И так далее Там легче увидеть Point and click Идет Просто наткнулась Стрелочка На что-то Тебе показывает Да-да Тут что-то есть Обрати на это Внимание Таус Вот Ну а в такой игре Как эта В такой игре Как эта Так не получится Здесь нужно Быть предельно Внимательным Я ненароком Прочитал комментарий Когда Артур Блэк Блэксилл Руфа Тоже проходит Сейчас эту игру Он находил Какой-то ключ Причем В первой серии В первой серии У него закончилось Тогда как Закончилось и у меня То есть я этот ключ Где-то пропустил Получается А это что такое Ну видимо Ничего Такого Так Ну что ж поделаешь Я думаю Ничего страшного Если игра Тщательно от нас Скрывает улики Значит ничего страшного Нету Что мы что-то пропустим Конечно Было бы интереснее Если бы мы этого Не пропустили Но Выбора то не осталось По сути Да Ну вот по сути Минут 10-15 Сколько мы играем Бесцельно мы потратили С другой стороны Как бесцельно Мы сейчас занимаемся тем Что Подготавливаем почву Для следующих серий В плане атмосферы В плане проникновения Так что я бы не сказал Что серия бессмысленная Хоть мы ничего нового Пока не увидели И не нашли Так 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 Деревья Деревья Итан Что же с тобой случилось Куда ты делся Мне кажется Что у Итана Просто то ли Травма какая-то Психологическая Может он сам сбежал С братом поссорился Бабушка его сгорела Дед вроде жив остался Не знаю Что там и как В их семье Непонимание По-любому Потому что Ребенок Который Увлекается Написанием Фантастических рассказов Прячет свою реальность За своим воображением То есть Им приятнее Находиться Где-то далеко Не здесь Так Ходим просто По периметру Этого леска Бесполезно Бесполезно Ну и все Это мы уже все знаем Все Идем дальше В те места Где мы уже не были Значит так Ну похоже на то Так В гости Станции Мы уже были Давайте все-таки Вот ближе здесь Где-то будем Околачиваться Как же не хочется Ничего пропустить А А серьезно Детективы Работают Ребят Вы не знаете Как вообще Работа происходит Когда вот Исчезновение Человека В дикой природе Не знаю Он действительно Ходит Просто обследует Леса Везде На предмет Там Каких-то зацепок Интересно На самом деле Мне правда Хотелось бы Это все узнать Тихо Ничего здесь нету Может мне не стоит Бегать вообще Настолько уж Внимательно Прям каждый камушек Осматривать Может не стоит Кто же его знает Так Я что-то вижу Так Давайте для начала Вот сюда Подойдем Чтобы потом Не бежать сюда Ничего Похоже Фрапсом Конечно Получатся Просто огромные Файлы С учетом того Что я еще Записываю 60 фпс Снова Подвисло Когда подвисает Мне кажется Как будто Локация Меняется То есть Какая-то идет Прогрузка Она нам не видна Невооруженным глазом Но она идет Ух ты Какая-то здесь Башенка стоит Любопытно Может быть Сиди по дороге Надо идти С другой стороны Улики Ведь могут быть Где угодно Как угодно Так Сейчас вернемся Чтобы Посмотреть Ничего ли здесь Не пропустили За пределами Станции Так Сюда мы спуститься Не можем Давайте по путям Пойдем Да Эти столбики Просто столбики Был обзабан Вообще Еще с лупой Так знаете Бегаем Просто на землю Смотрим Прямо во время бега Так Ну что ж Давайте посмотрим Что это было Или этот Домик просто Здесь стоит А или это Как электрическая Тринзы Были здесь Для долгое время Это было Паттерн Того что Поездов не было Большие части этого страны Были Отвязаны Думаны И затем Ребят Важные версии С自身 Короче За Все это Рот Дарк 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 Только Начинаю Говорить Он не перебивает Да Похоже Этот городок Или Местность Округ Да Скажем Был заброшен Ну короче Это питало Похоже Некоторые участки Железной дороги Вот именно В этом здании Как электрическая будка Такая была Да Похоже на то Да Печально Ребят Все просто загнивает И здесь Рождается Нечто темное Так Так Мы подходим К дамбе Хорошо Все заброшено Просто все заброшено Да Здесь ничего нету Здесь тоже ничего нету Приседать мы кстати не можем Интересно Что мы прыгать не можем Ну видимо Это здесь и не требуется Да Даже не какой-то шутер Или там Действительно РПБ Чтобы прыгать Это не так и важно Тем более Что Зачем Детективу прыгать И она может Будет конечно Какие-то моменты Где-то пригодится Так Хорошо Давайте Следовать вагончики Может быть К чему-то Это нас приведет Я конечно Очень сильно В этом сомневаюсь Так Плюс Плюс когда мы найдем Новый предмет С которым мы можем Взаимодействовать Я хочу посмотреть На дальность Отображения То есть Насколько издалека Мы увидим Что там что-то есть Надпись будет Какая-то А теперь по этой стороне Пробежимся Хотя по сути Опять же Это не квест Чтобы мы Кликали Просто Почем попало Если будет Что-то важное Похоже Мы сами Это заметим Да Так Вниз Похоже Спускаться Мы Не собираемся Тихо Или Ух ты Спустились сюда Опять же Непонятно Зачем Потому что Можем Хорошо Да Свалиться Отсюда Не хотелось Не так высоко Но все Да не А вы знаете Высоковато Действительно Высоковато Дамба Сейчас Сейчас еще Хочу Пробежаться Туда Мне опять Показалось Что это Может быть Пещерка Какая-то Нет Я просто Знаю Что в этой Игре Еще будет Пещера Нет Ну это Похоже Не оно Да Просто Нагромождение Камней Может быть Со временем Я сделаю Следующий Вывод Не надо Настолько Аккуратно Прямо Каждый Уголок Просматривать Хоть Мы Детектив Может Действительно Быть Совсем Неинтересно Для просмотра Правда Не знаю Вы мне тоже Конечно Пишите Я Конечно Это Слишком Высокопарно Сказал О том Что мне Там Все равно На реакцию Зрителей Разумеется Мне тоже Интересно Чтобы Зрителям Было Интересно Потому Что Зрители Это Показатель Того Насколько Это Действительно Интересно Если Зритель Доволен Значит Я Все Сделал Правильно Опять же Если Не входить В крайности А ради Зрителей Я не буду Совсем Быстро Пробегать Эту Игру Разве Что Чуточку Быстрее Не Размениваясь На мелочи Просто Доступ Есть Везде И Пока За Это Долгое Время Ничего Не Нашел Сейчас Хочу Еще Посмотреть Время Потому Что С Этой Игрой Забываешь О Времени Да Практически Полчаса Наверное Уже Бегаем Опять же Я не Засек Но Приблизительно Полчаса Где-то Наверное Вот Забрались Это Не Знак Никакой Нет Не Знак Так Ладно Наверное По путям Здание Вообще На скреп Какой-то Похоже На самом деле Вон Еще Один Мост Ну Прямо Через Получается По дамбе Будем Ити Видеть И что Мне Делать Я же Не могу Это Все Не Исследовать Если У нас Такая Большая Локация Я Буду Это Все Исследовать Так Секунду Здесь Ничего Хоть Не Будет Да Нет Ну И работенка У человека Об кусты Цепляется Кошмар Какой Под Дебрям Зарослям Вообще Не Жалея Себя Если У тебя Экстрасенсорная Способность Так Подскажи Мне В какую Сторону Уйти До Ближайшей Улики С другой Стороны Так Будет Неинтересно Так Слушайте Сюда Мы Не Можем Попасть Нет 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 Просто Просто Скала Наверх Туда Мы Поднимемся Нет Нет Поднимемся Склон Не Позволит Нам Этого Сделать Красиво Место На самом деле Я б здесь Жил Даже Знаете Когда-то В глубокой Глубокой Старости Домик Такой На берегу Озера Горит Камин Жена Твоя Тоже Уже Пожилая Знаете Внуки Идиллия Знаете Как в фильмах Там или где-то Показывают Хорошее Место Чтобы провести Старость Так Слушайте Мы можем Идти Дальше Можем Ити А можем Ити По мосту Здесь Действительно Настолько Большие Локации Что Нам Такое Все Предлагают Может Подойти Ближе К концу Игры Мы Откроем Загадку Которую Сможем До конца Раскрыть Только В начале Игры Нам Придется Огромное Расстояние Проходить Туда Сюда Я Не 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 Смотрите Нас Ограничивают Хотела сказать В локациях Но нет Нас Не Ограничивают Идем Дальше Или же Все-таки Это Конец Проверим Мне бы Хоть что-то Найти Е-мое Огромное Пространство Опять же Очень созерцательная Игра Ты ходишь Наслаждаешься И погружаешься Этой Природой Атмосферой Лесом Ты просто Идешь Здесь не должно Быть На каждом шагу Прямо Все раскидано Просто Большая Красивая Местность Хорошо Вот опять же Очень необычно Правда Для игры Очень необычно Я сказал бы Что разработчики Во многом рискуют Эта игра Не для всех Поэтому я пойму Если кому-то Будет Неинтересно Не играть в эту игру Не мое прохождение Смотреть Я это пойму Есть люди Которые Предпочитают Детективные игры Где больше Экшена Скажем Да Или прям Больше Постоянно Диалоги Какие-то Здесь Вы видите Мы сходим Вообще Сами Может быть Так и По всей игре Продолжится Мне это Напоминает Мист Помните Квест Такой Целая серия Квестов Очень интересная Похожая Кстати Тоже По своей Стилистике Немножечко Там Ты просто Один Главный Герой Там Один Путешествует По большим Мирам Пустым Без людей Только на страницах Книг Какие-то Братья С тобой Общаются Так Ну я здесь Ничего не нашел Поэтому Наверное С чистой совестью Могу Переправляться По мосту Я не знаю Знаете что Мне кажется Это будет Неплохая точка Для того Чтобы завершить Серию Возле моста За серию Мы не нашли Ровным счетом Ничего Поэтому Я чуточку Сдал То есть Опять же К этому времени Другие лестплееры Дошли дальше То есть В первой серии Я дошел Так же Как и другие Лестплееры За то же самое Время Грубо говоря А вот сейчас Я замедлился Но я не считаю Это минусом Я это никак Не считаю Минусом Потому что Мне нужно было Ощутить Атмосферу игры Проникнуться ей Для того Чтобы Дальнейшие серии Были более удачными Они будут уже Да Более быстрыми Но они уже Будут атмосферными То есть Я подготовился К этому прохождению В отличии от Первой серии Надеюсь Я вам смог Передать эту атмосферу И надеюсь Что вам было интересно Давайте на этом Закончим Друзья Следующую серию Вы увидите завтра А я пойду Ее записывать Уже прямо сейчас Ставьте лайки Друзья Пожалуйста Это мне очень помогает Кому-то может показаться Что-то неважно Но меня это очень мотивирует Это правда так Ну и оставайтесь на линии Друзья Нас ждет еще Очень много всего Интересного Субтитры создавал DimaTorzok